Сайты однодневки и дешевые товары. На что только не идут мошенники, чтобы к ним на крючок попались ничего не подозревающие рязанцы. Самым распространенным способом обмана по-прежнему считается звонок от якобы сотрудника безопасности банка. Под предлогом уберечь счет от хакерской атаки, мошенники выманивают данные банковской карты или убеждают перевести все сбережения на резервный счет. Сотрудники банка никогда не просят предоставить данные, совершать какие-либо операции с картой или счетом, а также сообщать пин-код или код безопасности. В такую ловушку попадаются не только пенсионеры. Скорее наоборот, те, кто должен предостерегать старшее поколение, сам может не отличить мошенника от сотрудника банка. За прошлую рабочую неделю апреля в полицию поступило 11 обращений на таких мошенников. Вторая схема применяется при покупке или продаже какого-либо товара. На сайтах бесплатных объявлений люди пытаются купить товар со скидкой, либо значительно дешевле, чем в онлайн-магазинах. В погоне за выгодой люди соглашаются внести предоплату, после чего продавец перестает выходить на связь. От такого рода мошенников пострадало два человека за прошлую неделю. Точнее, двое обратились в полицию. Самих пострадавших может быть куда больше. Также два обращения поступило по поводу сайтов-однодневок. Мошенники регистрируют несколько сайтов по продаже разного рода товаров и оставляют свои номера в разделе «Контакты». Потом остается только принять заявку от клиента, убедить нести предоплату и дело в шляпе. Трубку мошенники больше не берут, а чаще всего сим-карты просто выкидывают. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам – предупредите об уловках мошенников своих родных и близких. Будьте хладнокровны, не поддавайтесь эмоциям. Внимательность, взрывомыслие и бдительность позволят вам избежать потери денежных средств. Если же вы стали жертвой мошенников, то стоит обратиться в полицию. Сделать это можно по телефону 02 со стационарного или 102-112 с мобильного. Валерий Седов, телекомпания «Город».